Здравствуйте всем ребята, господа, с вами дядя Никит. И сегодня у нас с вами будет интересное видео, которое будет называться Будни Диевка Силы. Это первый Будни Диевка Силы в 23 году, поэтому прошу их поддержать, пожалуйста, лайкосом, конечно же, комментариями и вашей просто активностью. Если будет актив на рубриках связанных с Диевка Силой, то восьмой сезон мы начинаем просто незамедлительно, быстро, как начинается весна. Если актива не будет, то восьмой сезон придется либо повременить, либо начать вовсе летом. Все зависит от вас, не забывайте, вы вторые президенты клуба. Сегодня у нас с вами будет очень много интересных новостей, поэтому присаживайтесь поудобнее, заваривайте себе чаек, попкорн, шоколадочки, вкусняшечки, и ну а мы начинаем. И первое, с чего хочется начать, так это сразу же минус один игрок Диевка Силы. То есть обычно новыми трансферами хвастаются, а тут просто типа новость о том, что у нас ушел один игрок Диевка Силы. Я бы не придавал бы ему такого значения, если бы это был бы просто обычный игрок, так это, к сожалению, легенда клуба. Всем привет, друзья, я вам сегодня расскажу. Как вообще я пережил вот эти три сезона про Диевка Силы? Вообще в первом сезоне, когда мы играли, я помню свой первый матч Диевка Силы, но мы не снимали матч, мы вообще просто по фану играли. Была серия пенальти, и один пацан как бы сказал, давайте я залезу там в баскетбольное кольцо, и ну сниму, как вы играете в серии пенальти. Мы, конечно, согласились, а тогда те эмоции вообще у меня были крутые, потому что нас трое, их было шестеро или семеро, я уже, если честно, не помню. Из Диевка Силы сам решил уйти Никита Миронов. Он мне, конечно, об этом не сообщал, я не буду вообще сообщать никакие детали, как это все, почему, но Никита Миронов покидает Диевка Силу, грубо говоря, расторгнув контракт. Я надеюсь, вас эта версия точно устроит. Никита отыграл за Диевка Силы очень много матчей, забивал, раздавал, причем на позиции вратаря, взял очень много трофеев, стал легендой клуба, был капитаном в седьмом сезоне. И, к сожалению, Никитос ушел, ушел, причем довольно-таки как-то грустновато, но ничего страшного, мы ему устроим прощальный какой-нибудь ролик, матч, что-нибудь такое интересное, потому что, как бы оно ни было, он легенда клуба, а Диевка Силы ценит легенд клуба и бывших игроков. Никита, мы тебя ждем на наших матчах, как болельщик и, как, не знаю, там, другой какой-нибудь оператор или просто любитель, мы тебя ждем на матчах, приходи. Но наши пути, как сотрудничество между игроком и клубом, закончены. Вторая новость. Так это то, что Диевка Сила, то бишь я, написал книгу. Книга, да, она уже наверняка вышла, потому что эти будни я записывал уже после юбилея, то есть, соответственно, после пятилетия клуба, книга должна уже была, по сути, выйти. Это первая моя вообще работа, это первая моя книга, и, соответственно, это первый в истории, такой опыт в истории дворовых команд, когда про дворовую команду пишут книгу. Это очень круто, интересно. За эти пять лет мы очень много чего там натворили в хорошем смысле, очень много интересов всяких различных было, и поэтому я не мог просто не написать книгу на все эти истории. Поэтому я вам еще раз напоминаю, если вы хотите приобрести эту книгу, хотите стать одним из самых первых, кто ее прочтет, буквально свеженькую такую версию, то заказывайте, первая ссылка в описании или в закрепленном комментарии, заказывайте книгу в личном сообщении в телеграме у меня, мы с вами договоримся. Третья новость. Так это то, что Диевка Сил в 23-м году завевала 10-й трофей своей истории, тем самым набила вторую звезду над своей эмблемой. К сожалению, наша цель на 2022 год была как раз таки и вторая звезда, и, к сожалению, мы ее не набили в 22-м году, а, грубо говоря, перевестили нашу вот эту цель на 23-й год. Я знал, я был уверен, что в 23-м году у нас будет вторая звезда, и в целом оно так и получилось, вторая звезда в 23-м году. Небольшой такой турнирчик у нас прошел, зимний медиа челлендж, зимний медиа турнир. Я думаю, что в целом каждый полгода, зимой и летом, я буду проводить эти турниры. Я думаю, это очень интересно, типа это как предсезонный турнир, то есть я думаю, это очень круто, тем более это уже такая приятная традиция. Летом 22-го года был турнир, зимой 23-го тоже турнир, и теперь ждите, летом 23-го года тоже будет турнир, предсезон, я так понимаю. Ну или в самом сезоне, просто это типа зета... Зета-лима, охуеть. Зима-лето, типа туда-сюда. У нас было 9 трофеев к началу 23-го года, и вот этот зимний медиа челлендж, это 10-й трофей, а у нас нет ни высших, ни низших дивизионов, у нас обычный двор, поэтому у нас каждый трофей считается как за высший. У кого-то даже ни одного нет, а у нас их уже 10. Сори. Ты можешь ненавидеть древко-силы по двум причинам. Первая, они обыграли твою любимую команду, и вторая, ты просто завидуешь. Соответственно, в третью новость также входит тот факт, что мы завоевали 10-й трофей, и вторая звезда над эмблемой клуба. То есть приятная с полезным, грубо говоря, совместили, и теперь эмблема выглядит вот таким вот образом. Очень интересно, по-новому, все очень круто, вот просто я на нее смотрю, удивляюсь, охреневая, наверное. Поэтому привыкайте, новая эмблема. Я думаю, совсем скоро на эту эмблему мы можем там какие-нибудь мерчи сделаем, там футболочки нанесем, это все круто сделаем, там тоже неограниченное количество сделаем. Четвертая новость. Дэйв Косила активно начала вести телеграм-канал. Ну как активно? Просто вести телеграм-канал. Потом, если тебя интересует Дэйв Косила, ты хочешь вообще всесторонне, просто максимально узнавать о новых роликах, быть ярым болельщиком, самым олдовым, лучшим, топовым, подписывайся на наш телеграм-канал, Дэйв Косила, он так и называется. Ну и последняя, наверное, новость, так это то, что Дэйв Косила примет участие в восьмом сезоне в турнире Кубок Евгения Онегина, который будет как состоять из одного матча, это что-то будет по типу Кубок Жоана Гампера. Я уже объяснил, почему Кубок Евгения Онегина, и почему именно такая фамилия, почему этот турнир. Я решил дать этим турнирам отдавать, дать памяти, честь и уважение своему дедушке, который тоже вел свою футбольную команду в свое время, да, в Бирилево она была, я вот даже снимал на эту тему ролик, и решил, так сказать, почтить тоже память этим турнирам, который будет проходить, надеюсь, каждый ежегодно просто. Кубок Дворовой Лиги 100% будет Дэйв Косила принимать участие, Кубок Евгения Онегина, ДМЧ Дворовый Медиа Челлендж, понятное дело, летний, да, ну и может быть еще какой-нибудь, то есть в восьмом сезоне тоже будет очень ярко, интересно, круто, популярно, возможно, кстати, даже в восьмом сезоне у нас уже будет три звезды, но это надо просто все возможные трофеи взять, которые только возможно. Ну а в целом, вот как-то так, я думаю, этот Будни Дэйв Косила, в целом не очень много этих роликов Будни Дэйв Косила на канале, но их в целом достаточно, это самый, наверное, насыщенный, лучший выпуск, потому что здесь я сразу сделал и анонс нового сезона, какие будут турниры, и книга, и, блин, игрок ушел, причем легенды, тут, короче, очень много всего, просто жду от вас действительно активности, потому что я действительно стараюсь для вас развивать команду, делаю для вас контент, мы играем для вас матчи, чтобы вы смогли через какое-то время их пересматривать, наслаждаться атмосферой дворового футбола народа. Даже, даже, сам великий Йохан Кроев, царство ему небесное, светлая ему память, говорил то, что дворовый футбол, это самый искренний футбол, который когда-либо он видел, оттуда начинается все, оттуда зарождаются новые легенды, и вообще, то есть, все начинается со двора, так что по большому счету, то, что вы сейчас видите, дворовый футбол, фу, блядь, есть такие комбинаторы, которые говорят, типа, эксперт, эксперты, говорят, типа, там, ну, все это как дворовый футбол, то есть, они просто пытаются унизить, принизить дворовый футбол, хотя по факту, по факту, 70% плюс-минус нормальных футболистов, тоже в время европейских и российских, из двора, просто они появились из двора, они просто начали во дворе, пошли в академию, прошли там академию, и, па-бам, в футболе уже. По большому счету, он футболистом стал еще во дворе, просто ему добавилась эта приставочка Академия Спартак, Академия Динамо. По большому счёту, ничем не отличается тот же Самир Зайгиналов, Павел Тимофеев, который играет за Диевка Силу, от этих вот воспитанников. Поэтому, пожалуйста, кто когда-нибудь будет говорить, что дворовый футбол ужасен, просто вспомните слова легенды Йокон Кроев, человек, который создал тотальный футбол, и уже там делаете выводы, что он это говорил. Но в целом я с вами прощаюсь, с вами был Дядя Некид. Ну, в целом, можно ещё, знаете, как последняя новость, такая, типа, не новость, а как прикол, это то, что я официально, на момент снятия этого ролика, закончил обучение на тренера. У меня есть тут договоры всякие, не знаю, читайте, если вам интересно. Я закончил обучаться на тренера, и совсем скоро я вам демонстрирую, покажу не корочку свою, не подумайте это не корочка, это удостоверение, повышение квалификации. Ну, грубо говоря, диплом, просто теперь я, наверное, официально уже могу работать хотя бы детским тренером, хотя бы что-то, поэтому Е-бой! Кто там пиздел про меня, Red Moscow, нахуй, идиоти, все вместе. Армейцы фарича в башку, пиздует и нахуй со своей командой в ёбанное очко, блядь. А, о, чуть ли, блядь, не забыл, ещё одна новость, вот это точно последняя. Не структурированный какой-то ролик, да? Так это то, что Дэйв Косила запустила новый стикер-пак, и вы можете его уже скачать, он уже доступен после 15 февраля. Новый стикер-пак Дэйв Косила с обновлённой эмблемой, с какими-то там приколюхами, с цифрой 15, тоже всё, это, пожалуйста, на здоровье смотрите, скачивайте, используйте наши стикеры, продвигайте и так далее. Всё, теперь точно конец, 4, 5, 6, сколько новостей ещё не было, я думаю, точно прикольно, интересно, лампово. С вами был Дядя Некит, увидимся с вами на днях, болейте за Дэйв Косилу, счастливо. Мне сейчас такая должна быть ставка, да я богатый уёбок.